Привет, друзья! Вот коммент такой хороший поступил, там где мы обсуждали вопрос о том, ну есть это самое, творец, так сказать, везде, везде бесконечности внутри нас, и над нами, и везде, да. Ну и то, как же происходит озарение? Озарение как происходит? Там на Николе Тесле, который говорил, у меня озарение происходит, что это я обязан не себе, а вот этим озарением, как будто нечто высшее мне подсказало. Ну, кто как трактует эти слова? Я вот как психофизиолог трактую их по-своему, что Вселенная единая, законы природы едины, и значит, в нас наш мозг, это модель Вселенной. И законы природы, поскольку они все едины, взаимосвязаны, естественно, что и в нас то же самое. Та бесконечность внутренняя, когда мы попадаем в это состояние, это бессознательное, сознательное, мы там можем черпать, так сказать, что это значит. Убираешь шаблоны, убираешь шаблон, убираешь страха, мы там можем как бы открывать что-то новое. И вот здесь очень хороший коммент Николай Киселёв прислал. Спасибо, Николай. Очень хороший коммент. Он там пишет, тема очень интересная, у человека всего пять органов чувств, и через них человек познаёт физический мир. А шестое чувство, это как принято называть, интуиция. Интуиция, как я понимаю, это некая связь с теми энергиями, явлениями, мирами, полями, которые находятся вне человека. Это то, что нельзя измерить никакими приборами, а значит, наукой доказано быть не может, может только чувствовать, поэтому трактует эти явления по-разному. И чем пользуются многие школы, эзотерики в своих интересах. Ну да, вот он дальше что пишет, смотрите-ка хорошо. Также я думаю, что гениальность, талант, также связанный с умением человека войти в состояние творчества, созидания. Ну я прямо сразу бы вам скажу, что есть состояние выживания, выживания, когда мы в стрессе, у нас включаются инстинкты самосохранения. И когда мы стресс снимаем, поскольку человек-творец по своему геному, так сказать, по своей природе, поскольку все едино, то у него открывается состояние уже жизни. А это есть оживление, внутренние аптеки, и уходят страх, и стереотипы, и шаблоны. Это то состояние, когда он может проникнуть, то есть понять, понять, понять может, то, чего он не мог понимать, пока он был в шаблонах, в штампах мышления. Вот открытие откуда происходит. Вот сейчас смотрите дальше, что пишет Николай Киселев. Так, можно сказать по труду и награда. Хосай Магаевич, помните, вы в самолете услышали музыку, ну в книге ключеве у меня было, вы пишете, что это была замечательная музыка, божественный оркестр, стал плавно менять тему, как только я задумался, я задумался, а это зависело от хода моих мыслей, то этот божественный оркестр, да, знал бы я ноты, которые я в школе играл на скрипке музыкальной, забыл давно, потому что у меня слуха не было. А оказывается, слух-то у нас у всех есть, просто у нас, ну так называемый внешний слух и внутренний слух. Так вот, он сейчас молодец, вспомнил эту мою книжку, и там у меня написано это было. Ну вот смотрите, я летел в самолете, был в каком-то определенном состоянии, да, не буду пока говорить какому, это секрет пока, послушайте дальше. Я объясню, почему секрет, тоже объясню. И вдруг в какой-то момент я услышал музыку. Ну, я думал, это радио, смотрю, там оно выключено. Она, оказывается, играла во мне. И вот тогда я к себе прислушался как-то, задумался, и по мере того, как я менял свое настроение, этот божественный оркестр менял тему, и соло вела скрипка. О, Боже, какой это был оркестр, какая-то была божественная музыка. Оказывается, у нас внутри творец. Только вот у нас внутри гармония. Да, я вот эту гармонию открыл у себя в этот момент, в себе. Хотя, повторюсь, я говорю, что я никогда не думал, что я такой большой композитор. Вот был бы я в этот момент, помнил бы ноты, записал бы такое произведение божественное. Вот видите, как интересно. А потом мне как-то раз, моторы поменяли свои вибрации, и музыка исчезла. Оказывается, произошел резонанс вот этих частот колебания самолета с моим состоянием синхронизации. И у меня включился вот этот творец, как говорится, ну, в кавычках можно сказать. И поэтому что происходит? Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле в каждом из нас такой творец. Да, и на каком экране внутренний, внутреннего анализатора, вот здесь Николай сказал, пять органов чувств, на каком анализаторе он открывается, на волне какого анализатора, на том и высвечивается, то можно видеть картины какие-то перед собой красивые, ауры там можно видеть какие-то. Это все внутри нас. Можно ощущения испытывать необыкновенные, приятные, такое нервоническое состояние. Да, но это зависит все от того, от этой гармонии внутри нас, которая нам и помогает определять, что такое черное, что такое белое, отличать добра от зла. Ведь первый опыт внутренней свободы откуда у нас? Дети во сне говорят, летают, говорят, растут. Первый опыт внутренней свободы. Потом, когда человек занят любимым делом, у него открывается, вот как раз Николай говорит об этом. Когда человек с каким-то делом связан, с талантом своим, открывается вот это чувство гармонии. Вот посмотрите, интересно. Что из этого выходит? Тут много выводов можно сделать. Много выводов. Я как раз таки делаю вывод о том, что когда эзотерики начинают говорить о том, что ноосфера, подключение, такое буквально понимают. Буквально. И вот в коменте почитайте у Николая Киселева. Он очень точно, аккуратно ставит некоторые слова в кавычках. Некоторые слова в кавычках. А вот человек, который вот невнимательно читает, он может быть, думает, это в буквальном смысле. Подключаться, брать оттуда все эти произведения, брать, отрицая само существование человека. Ну, тогда вообще Пушкин, Лермонтов, которые творили это, значит, они ни при чем, что ли? Подключился, и все произведения там, оказывается, уже есть. Если взял оттуда, да, ну, это же глупость, надо же здравый смысл иметь. Так вот, Тесла, почему у него озарения были? Потому что он постоянно думал об этом. И в какой-то момент, когда он сосредотачивался сильно, в какой-то момент он перескакивал барьер, вот этот напряжение, как в момент бега человек вот задыхается, бежит, бежит, и в какой-то момент точка наивысшего напряжения, он перешел, и такая легкость, и бежит на легкие. Ну, это же в поток вошел. Можно войти в поток, например, за счет того, что ты в ритм бега вошел, а можно за счет того, что точку напряжения перешел. Там много же входов. И вот теперь посмотрите, что самое интересное, я вам скажу. Как делаются изобретения, друзья? Изобретения делаются вот так. Вот сейчас, после коммента, после коммента я вам скажу. Вот эти вибрации, которые в самолете меня посетили, они вошли в резонанс с моим состоянием в тот момент. И я сказал, что я не скажу пока, какое состояние. Это вторая часть изобретения, которую я пока не разглашаю. А первую, пожалуйста, берите, думайте. Так вот, эти же вибрации можно создать, да, можно сделать несколько генераторов вместо самолета. И когда они входят в резонанс, то есть подбирайте там частоты, в какой-то момент они входят в резонанс с вами при подобранной частоте. И у вас тоже возникнет музыка, или может быть возникнет что-то другое на другой волне анализатора, на другом органе чувств, как говорится. Да. Ну, а какое состояние нужно при этом иметь, я не скажу. Пусть это будет пока мой секрет. Ну, и пусть пока вам будет интересно. Но я сказал, главное, можно сделать несколько генераторов частот, перебирая частоты, найти ту волну, которая синхронна с вашим текущим состоянием. И у вас творится говорить, о котором мы даже не подозревали. Это чувство гормонии. Это так прекрасно. Знаете, что я вам хочу еще сказать? Так метод ключ же на этом и построен. Что мы перебираем, вот как частоты там подбираем, допустим, да, чтобы синхронизацию найти, резонанс. Так мы перебираем разные приемы путем проб и ошибок, подбором путем перебора, по критерию, по критерию научному, по зеленой зоне, по критерию автоматизации начатого действия. И какое-то умное действие совпадает с нашим текущим состоянием. И открывается у нас место стресса, стресс-выживание, которое включает эго, страх, инстинкты выживания и так далее. Это не жизнь, это выживание. Падает вот это все. И мы начинаем жить. То есть мы становимся творцами. Мы начинаем созидать. У нас появляется состояние творчества. О, как интересно, правда? До встречи, друзья. Пишите там комменты, пишите. Это сейчас очень мощно. Вы знаете, сейчас мы начинаем еще больше и больше понимать, что такое наука человечности, как она нам очень важна. Надо ее создавать, надо ее развивать. Потому что сейчас, когда идет вот эта вот неизвестность, неопределенность, все на нас валится, большие нагрузки, мы не знаем, что делать, информация разнородная, не знаю, чему верить, чему нет. В этих условиях опоры может быть только человечность. Потому что там и нирваны есть, там и напряжение есть для мобилизации, и там есть возможность создавать изобретения. Потому что если человек не будет созидать новое, как он спасется в этом старом, которое разрушается, а новое неизвестно. Поэтому давайте развивать изобретательские качества. До встречи, друзья.